Если готово, тогда можно начинать. Готово, да? Во-первых, хотелось бы поприветствовать всех присутствующих здесь представителей средств информации, всех тех, кто сегодня, сейчас, в данный момент нас слушает и смотрит по прямой трансляции. Сегодняшняя тема пресс-конференции связана непосредственно с предвыборной кампанией на местных выборах. Мы ее озаглавили как «Выборы по-плохотниковски, аресты кандидатов от партии «Наш Дом Молдова» и новые запреты на использование наружной рекламы. Мы... Давайте начнем с использования наружной рекламы. Дело в том, что, как вам известно, партия «Наш Дом Молдова» запросила размещение наружной рекламы на билбордах в Кишиневе с соответствующими изображениями. Речь идет о нашем предвыборном слогане «Будет лучше без Киртакова» и «Будет лучше без Киртакова», «Будет лучше без Киртакова», «Будет лучше без Киртакова», и «Будет лучше без Киртакова». Это абсолютно естественные слоганы в предвыборной кампании, в которых существует некая состязательность, когда одни политические конкуренты электоральные борются с другими, со своими оппонентами. Но премария муниципи Кишинел, которая подчинена, как вы знаете, господину Киртуаке, решила не давать авторизацию на размещение данных предвыборных панно, посчитав, что тем самым нарушается статья 47 избирательного кодекса. Вот такое решение мы получили. Это решение подписано вице-примаром Грозаву, где черным по белому написано «Тексту пропуск Дедуни-Ластры, в Афим-Айбине фэрре Филат, фэрре Плохотнюк, фэрре Киртуаке, путере требуя с кембаты, ну плате фиапрубат». Вот такая у нас демократия в стране. Текст, предложенный вами, будет лучше без Филата, без Плохотнюка, без Киртуаке, власть надо менять, не может быть утвержден премарией. На самом деле, премария, насколько нам известно, вообще не должна заниматься цензурой предвыборной агитации, и никто не должен ей заниматься. Если у каких-то конкурентов предвыборных есть претензии к тем или иным плакатам или к тем или иным билбордам, то они должны подавать соответствующие заявления в окружную избирательную комиссию, а в дальнейшем в центральную избирательную комиссию. Но в данном случае мы видим откровенное использование административного ресурса, и абсолютно уверен, что данное решение принималось не клерками примарии, не чиновниками примарии. Это решение принималось в штабе Плохотнюка, а Киртуаке просто исполнитель. Фактически, Киртуаке не только себя решило безопасить, но и Плохотнюка и Филата, так, чтобы их фамилии не упоминались в негативном свете по всему городу на рекламных электоральных панно. Мне бы хотелось обратиться в этой связи к Дарину Киртуаке, набраться смелости, не бояться, принять критику вообще-то в свой адрес, понять, что это выборы, и что конкуренты на выборах критикуют друг друга. А Киртуаке есть за что критиковать. Я абсолютно уверен, что и не только я, что без Киртуака на самом деле будет лучше в Кишиневе. И Кишинев будет выглядеть, и будет иметь возможность без Киртуака выглядеть как столица, стать настоящим городом, пусть он хочет, европейским или неевропейским. Можно посмотреть на восток. Из 15 бывших советских республик Кишинев сегодня, то как выглядит столица Молдавии, сегодня уступает всем столицам бывших советских республик. Давайте будем объективны. Поэтому можем много заниматься демагогией, говорить, что капиталы европеанны, европейская столица. Но давайте мы хотя бы будем походить на некоторые столицы восточнее нас. Я могу привести Минск, и Киев, и Астану, и тот же Ташкент, не говоря уже про целый ряд других столиц бывших советских республик, находящихся сегодня в Европейском Союзе. Сегодня Кишинев всем уступает, всем этим городам. И мы видели, как выглядели многие города 8 лет назад, и как они выглядят сейчас. К сожалению, Кишинев только деградирует. И это надо признать. И поэтому, еще раз говорю, Киртуаке призываю не бояться критики в свой адрес. И перестать заниматься цензурой предвыборной агитации. Выборы должны быть равными для всех. Все должны быть в равных условиях. И Киртуаке не должен стоять палки в колеса по указке Плохотнюка тем или иным предвыборным конкурентом. Вы знаете, что мы обратились, если не знаете, то доводим до вашего сведения. Мы обратились с протестом в окружную избирательную комиссию Кишинева еще на прошлой неделе. До сих пор, мы ждали, что этот вопрос будет рассмотрен сегодня, до сих пор данный вопрос не был рассмотрен. Сегодня в 10 утра окружена избирательная комиссия Кишинева даже не включила этот вопрос в повестку дня. Поэтому это еще раз нас убеждает в том, что это спланированная акция. Специально для того, чтобы помешать предвыборным конкурентам на выборах, в данном случае партии Наш Дом Молдова, свободно заниматься предвыборной агитацией и участвовать в предвыборной кампании. Что касается слоганов «без Плохотнюка и Филата», я думаю, что тут вообще ничего не надо объяснять. По-моему, это понятно для 95% населения как минимум в стране, что без Плохотнюка и без Филата Республика Молдова имеет возможность стать на самом деле правовым государством, где не два человека будут принимать решения, Плохотнюк и Филат, а будет принимать решения народ. Поэтому и этот слоган абсолютно естественный в предвыборной кампании. Если мы хотим освободить страну от олигархов и от тех, кто создал эту коррупционную систему, которая поразила всю Республику Молдова, все ее ветви власти, полностью всю систему. И мы рассчитываем на то, что «билборды» будет лучше без Плохотнюка, будет лучше без Филата, все же появится в Кишиневе и также будет лучше без Киртуата. В самое ближайшее время, пока их нет, пока премария нам запрещает это дело, мы повесили «билборды» будет лучше без воров. Так, чтобы всем все было понятно. Когда будут видеть слоган «будет лучше без воров», было понимание, что речь идет о Плохотнике и о Филате. Но мы рассчитываем, что до конца предвыборной кампании все-таки эти панно предвыборные появятся. Мы даже пошли на некую такую хитрость и предложили премарии второй вариант «билбордов». Если они посчитали, что в этих «билбордах» будет лучше в Афиме и Биннефере и Плохотнюке, в Филате и Киртуате, что здесь содержатся какие-то нецензурные выражения, оскорбительные, то мы решили предложить второй вариант «со звездочкой». Если они считают, что это нецензурные выражения, то мы предложили такой вариант «официально». Премария тоже отказала. Вот это тоже нельзя размещать. В Афиме и Бинне Фэрре и Плохотнюк тоже нельзя с четырьмя звездочками. Потому что, якобы, такого слова нет. ПЛ, Патру Стилути, Юг. Такого слова Пла, четыре звездочки, Юг нет. Вот из-за этого Премария нам запрещает размещать эти «билборды». Получается, знаете, как в том анекдоте, я извиняюсь за грубость, в анекдоте про Вовочку. Мария Ивановна, как же так, жопа есть, а слова нет. Вот то же самое, Плохотнюк есть, а слова такого нет, оказывается. Докатились. Сегодня нельзя уже упоминать слово «плохотнюк» в предвыборной кампании. Следующая тема – это политзаключенные. Вы знаете, что Павел Григорчук и Михаил Амерберг находились на протяжении пяти месяцев в следственном изоляторе. Один месяц они уже находятся под домашним арестом. Власть боится, что будет устранена в самое ближайшее время, и поэтому пытается давить всяческим образом на представителей оппозиции. И на примере Григорчука и Амерберга запугивает всех гражданских активистов. Именно поэтому было сфабриковано это дело «Антифа». Было просто подкинуто оружие, сейчас уже оружия нет в деле. Было выдвинуто огромное количество всяких безумных обвинений, которые и фактически дело развалилось. Но ребята находятся под домашним арестом, находились до позавчерашнего дня, когда были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборы и стали кандидатами в советники муниципального совета Кишинева. В тот же день состоялся суд сектора-центр, на котором судья продлил арест и для Григорчука, и для Амерберга на 30 дней вплоть до дня выборов, до 14 июня. Нарушив тем самым статью 46-ю избирательного кодекса, согласно которой кандидаты не могут уголовно преследоваться, не могут быть задержаны, арестованы и так далее. Без согласия на то окружной избирательной комиссии. В данном случае окружной избирательной комиссии Кишинева. Окружная избирательная комиссия не рассматривала данный вопрос. Соответственно, сегодня Григорчук и Амерберг находятся под домашним арестом. Даже если это дома, это все равно арест. Они не имеют права даже выйти погулять, в магазин сходить. Находятся незаконно. И тем самым суд, опять же, ограничил нас, конкурентов на выборах, партию «Наш дом Молдова» в нормальном проведении предвыборной кампании, в агитации. И поставил нас в неравные условия по сравнению с другими конкурентами. Потому что наши кандидаты находятся под арестом. Мы уже проинформировали международные организации, в частности, миссию ОГСЕ «БДИПЧ» по наблюдению за выборами местными, которые есть и долгосрочные, и краткосрочные наблюдатели здесь, в Молдове. Мы представили соответствующие решения. Фактически, несмотря на то, что в суду были представлены соответствующие документы, что Григорчук и Амерберг являются кандидатами на выборах в муниципальный совет, суд, непосредственно судья Светлана Вышку, пренебрегла этими документами, вообще не приняла их во внимание, и вынесла решение продлить домашний арест, вот это решение, до 14 июня текущего года. Хотя в самом решении она пишет, что адвокат Роман Аронов, адвокат подзащитных обвиняемых Григорчука, Павла Амерберга, Михаила, попросил учесть и принять во внимание тот факт, что данные граждане являются кандидатами на выборах в муниципальный совет. Все написано, то есть все было известно. Но несмотря на это суд выносит решение продлить домашний арест. Мы проинформировали не только международные организации, наблюдающие за выборами, мы также проинформировали и все дипломатические миссии, аккредитованные в Кишиневе. Но мы рассчитываем на то, что будет какой-то эффект. Мы рассчитываем на то, что у нас будут и у Григорчука, и у Амерберга будет возможность встретиться с избирателем, проводить встречи, ходить свободно по улице. Честно говоря, мне очень интересно, как поступит суд в деле Шора, который подал документы на регистрацию в качестве кандидата в мэра Аргеева. Судя по тому, что сегодня происходит в стране, я не исключаю, что как раз Шора отпустят, потому что он кандидат. А вот Григорчук и Амерберг останутся и в дальнейшем под арест. У нас есть и соответствующие решения муниципального окружного избирательного комиссии Кишинева, что они являются кандидатами. То есть все это есть. Еще раз, пользуясь случаем этой пресс-конференции, хочу обратиться ко всем международным наблюдателям на этих выборах местных, ко всем нашим международным партнерам, донорам Республики Молдова, чтобы они внимательно следили за происходящим и посодействовали тому, чтобы не нарушались права и свободы граждан, не нарушались права избирательных конкурентов, и чтобы никто из кандидатов в муниципальный совет не был арестован. Мы рассчитываем в том числе на их вмешательство в этом вопросе. Это неофициально, но выборы нельзя назвать честными, если кандидаты находятся под арестом. Вот это все, что хотелось бы сегодня отметить, сказать на пресс-конференции. Если есть вопросы, пожалуйста. Григорий, правда, что господин Олег Гривенчук приехал поддержать депутат Бундестана и член Парламентской Ассамблеи Совета Европы, один из членов комитета по мониторингу ПАСЭ, депутат Бундестага Андрей Хунко. Он непосредственно пообщался с ними. И могу сказать, что Андрей Хунко – это один из тех, кто депутатов ПАСЭ, который был автором и инициатором декларации в поддержку политзаключенных и с требованием в адрес молдавских властей их незамедлительно освободить. Он приехал к ним домой, к каждому отдельно, и поинтересовался состоянием, здоровье, как они вообще, в каких условиях живут и так далее, что им инкриминируется, ознакомился с некоторыми материалами дела. И я думаю, что эта история будет иметь продолжение. И наверняка он также был проинформировал о том, что несмотря на положение избирательного кодекса, они находятся под арестом. Я думаю, что этот вопрос будет поднят в ближайшее время и на заседаниях рабочих органов ПАСЭ. Потому что Молдова, как вам известно, находится под мониторингом данной международной организации. И, конечно же, это может дальше сказаться на содержании документов и докладов по Молдове, которые будут рассматриваться в ПАСЭ. А вы напомните, сколько тогда депутатов ПАСЭ подписал? Ну, тогда подписали более 20 депутатов ПАСЭ. из этой Европы, из, если не ошибаюсь, где-то 15 стран, включая это заявление, подписали руководители фракций. Объединенных европейских левых, фракции социалистов и демократов, фракции либералов даже. А также представитель комитета по мониторингу подписал это обращение в адрес декларацию ПАСЭ, в адрес властей Молдова. Но она была полностью практически проигнорирована. Доказательством тому является нахождение дальнейшее под арестом Григорьчука и Амерберга. Напомните, когда это был в январе месяце? Это было сделано, это было в январе месяце, в конце января. А проголосовать они сами смогут или, получается, не разрешают? Что именно? Ну, проголосовать на выборах. Ну, проголосовать они смогут, да. Но если они будут находиться под домашним арестом в день выборов, то, соответственно, они смогут проголосовать только если к ним принесут мобильную урну. А в какой момент они же в социальных сетях могут заниматься подвижением своих? Ну, это возможно, но это недостаточно. Ну, конечно. Это недостаточно. Не все сегодня пользуются социальными сетями и не все ими пользуются в каких-то политических целях и так далее. Еще вопросы? Нет, да? Тогда всем спасибо. До свидания. Хорошего дня. Спасибо. Можно мы поснимаем? Да, да, да. Так. Я думал, что это вопрос. Спасибо.